Лучшие спасатели Ростовской области. Такие нагрудные знаки вручили впервые. В главном управлении МЧС провели жесткий отбор. Была создана специальная комиссия. Обращали внимание на стаж, стиль работы, профессионализм. Так и выбрали первую восьмерку лучших. Было много. Ликвидация последствий ДТП масса была. Потом обрушение зданий и в шахтах, и в Новочеркасске было. Потом что еще? Подтопление. Крымск 2012 год. Помощь, гуманитарная помощь Крыму. Оно все сложное, когда это касается жизни людей, все сложно. Также вручали благодарственные письма, знаки губернатора за ратную службу и другие правительственные награды. Ограждают правительственные награды с ликвидацией пожара произошедшего в 2017 году в центре города. Объемы были большие пожары. Из-за этого требовалось большое количество людей, большое количество техники. Как бы отработали и справились с поставленной задачей. На Дону только областных спасателей около полутора тысяч человек и более шести тысяч специалистов главного управления МЧС России по Ростовской области. Плюс муниципальные пожарные и спасатели. Правительство региона активно поддерживает их материально-технически. Сегодня всего создано на территории нашей области существует 67 пожарно-спасательных подразделений. В этом году мы завершили строительство пожарной части в Ростове-на-Дону, микрорайон Платовский. И в первом квартале следующего года мы будем эту пожарную часть ставить на боевое дежурство. В ближайшие пять лет в Ростовской области будет ежегодно появляться по две-три новых пожарных части. Более двух тысяч пожаров было зарегистрировано в 2018 году и наши огнеборцы, и в целом вся подсистема боролась с данной стихией, с огнем. Это самый страшный враг, на наш взгляд, один из страшнейших врагов, потому что он непредсказуем. В финале торжества для спасателей выступили творческие коллективы области. Евгения Слинкина, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин